Вот такие вот дела. Ладно, посмотрим карту DeathRain, CS 1.6. Ну, я попозже озвучу информацию, почему именно такой у нас стрим. Если кто до сих пор не догнал. Но игроки команды Австралия, датский типа состав, продвигается перемычка под B-Plant, и здесь сразу же Тиркзор дает опенфраг, разменивают Артёма, и в итоге игроки команды Атаки будут выходить под B-Plant. Вот так вот, пачка-то у них на руках, по сути, но ребята с трудом выходят. Ребята застряли в перемычке, их уже пытаются контрить с дальних расстояний. Поджимает также с дома Кокс, пытается зажимать спину свистпан, но нет, не получается. Тем временем, и игроки команды Атаки пока что еле-еле с трудом, но занимает B-Plant. Остается причем в числом большинстве. 3-2, Кокс уже гуляет под B-Plant. Маленькое чудо увольняет маленького софтера, вот так вот. И Тимка минус Кокс. Остается последнее маленькое чудо у нас под фейком. Последнее, я так понимаю, возможно, это девушка или последнее. Ну, в любом случае, это игрок, поэтому будем обращаться к нему как киберспортсмену. И, соответственно, маленькое чудо забирают. 1-0. Астралия сберут раунд и, соответственно, составы играющих команд. За Астралия сыграет Фанда, Тимка, Дезя или Дезет Найн, Басота, Солигорск и маленький софтер. И за команду Клауд Найн играет маленькое чудо, Ера Тигрзор, Кокс, Артем и Чокнутый. Вот так вот. Ну и опять, ребята, из команды Атаки свои массы игроков продвигаются в дом. Один игрок Панда будет работать на зелени. Кстати, он сейчас будет выходить здесь с пачкой. Вот так вот. Басота увольняется временем. Тигр Зора. Пошел у нас размен на верх-низе. И в итоге 3-4. 3-4. Игроки команды контр-террористов тянулись под Б-плент. Но пачка-то устанавливается на А. Вот в этом весь и подвох. И тем более, они пока что этого еще до сих пор не понимают. Ну, Артем, Артем уже все дает информацию своим тиммейтам, надеюсь. Надеюсь, понял, сидя под собакой, что это... Что это А-плент. И пытается, пытается. Нет, Артем будет спить халяву. И, кстати, неплохо. 2-2. Просто жесть вообще. И кто со 40-ка 30-ку в спину, короче, и не убил. Ну это нормально, Дэзи. Тем временем, минус по чокнутому. Один в один. Пачка-то дефицца и... О, не переживает. Вот так вот Американцы удивляют Клауд Найн берут. Американцы, говорит, удивляют. Жестко, жестко. Так, сейчас, закрой трансляцию. Да, играют елки, ребята. Жестко, жестко. Ну, а теперь, в принципе, можно и закупиться, но... Начинается все с того, что закупаются также игроки датского состава. Басото, Солигорск. Это, наверное, Керриган. Керриган будем назначать вот так. Дает ему open-frag. Хотя нет, это, наверное, глупо, с одной стороны, когда я обозначал, типа, игроков под профессиональными никами. Потому что, возможно, путаница какая-то возникнет. Поэтому по никам в игре будем обозначать. Тем временем. Игроки команды атаки остаются чисто на большинстве. 4 в 2. При этом Артем АФК. Кокс на Апланту. Его уже просто контрит с двух позиций. Но в итоге собирают после мощного спрея с трех позиций. Вот так вот. Артем последний. Артем АФК. Хорош. Да уж, но Артем подвел своих тиммейтов. Но, возможно, он просто отходил. Так же, как и я. Готовился к игре плотно. И, ну... Прям пацан со скилл Мел через полкарты забирает. Ну, это что-то подозрительное. Ладно, 2-1. 2-1 берут. Раунд игроки команды атаки. И сейчас посмотрим. Чтобы эту диффанса. Диффанс будут закупаться, ребят? Или все-таки предпочтут слить? Да? Они закупаются. Ничего себе. Ну, в форсбайзе. Закупаются, закупаются. От Артема топовая. Флешка еще была наделена. Ладно. Прям Артем топовый, наверное. Вот. Тем временем игроки команды атаки опять же идут в дом на этот раз. И они уже в пятером в перемычке. Располагаются чокнутые. С верхней волны дает минус. Пытается перестреливаться дальше. И чокнутого не контрит. Оставляет ему 34 хп. Но в итоге не забирают. И тем временем заспорились игроки команды атаки в перемычке. Тигр Зор забирает симку на нижнем парике. Панда будет перетягиваться на верх-низ. И здесь он забирает маленькое чудо. Вот так вот. 2-3. 2-3. Посмотрим, наверное, все-таки за Басотой, которая работает в перемычке. Басота с Олигорск. И будет выходить он или нет. Панда. Тем временем открытым дает минус. И Тигр Зор один в один. Ой, вот это клач. Вот это я понимаю. Клач 2-2. Реально пацаны борются. Потерят. И, соответственно, игроки американского состава Cloud9 берут второй раунд. Вот так вот. 2-2. Ладно, продолжим смотреть. Тем временем игроки команды атаки, несмотря на это, все равно закупаются. Пачка не была установлена, но решают, видимо, ломать экономику своим соперникам. И направляются они на зелень. Один игрок будет играть сотки. Панды. Здесь деглом, наверное, сейчас что-нибудь такое эдакое да повесят. Но маленькое чудо, тем временем, начинается опен фрага для Cloud9. И втроем выходит зелень. Зелень-то вообще без прикрытия оставляет. Маленькое чудо ринулось в сотку. Ты понял, да? Они просто зелень вообще беспалево выходят и все. Но здесь Тигр Зор работает с плунтадой. Два минуса. И маленькое чудо в упор с ВП. Хэдшотом увольняет своего соперника. И, соответственно, здесь опять же микродуэль. Да, как я уже намеком подметил, что типа маленькое чудо против маленького софтера. Все дела. Ну и 3-2. 3-2. Вот так вот. Посмотрим дальше. Маленькое чудо. Берет АВП. Ну, точнее, продолжает с ним играть. Смотрит сотку. И опять же АФК у атаки. Но он просыпается в итоге. И опять же форсбай. Форсбай, датчан. Ну, датчане любят, на самом деле, играть в форсбай. Вот. И в КС 1.6 они продолжают традицию. Тигр Зор выползает на даке. Жмет, выжимает. Выжимает все соки. Выжимает все патроны. И накидывает еще и Хэ плотную на зелень. И здесь Панди оставляет 57 хп. Не так уж его удачно простоили. Тем временем, игроки команды атаки будут отталкиваться от игры на Афланту. Артем. Дефит зелень. Ну, нет. На зелень никто не выходит. Тигр Зор тем временем поджимает на сотку. Дает третий минус в раунде. И зависает. Вот так вот. Проблемы. Проблемы американцев с интернетом тем временем. Басота Солигорск дает минус по маленькому чуду. И Тигр Зор развис. Дэзи дает минус по чокнутому. Вот так вот. 2 в 4. Дэзи уходит наверх-вниз. Санкции. Они такие. Да. И минус 4. Минус 4 уже от Тигр Зора. Будет ли эйси? Кстати, возможно. Да, сейчас он должен здесь по таймингу пересечься. Но не пересекся. Артем тем временем разбивается где-то на вагоне. Машинист наш. И Кокс с Дэзи остаются вдвоем. Ох. Ох. Блин. АЕ-шка выходил на Дэзи. Точнее, на Кокса. Ну, неудачно. 4-2. Фауд 9 продолжает вести. Вот такие вот дела. Поэтому атака все равно не унывает. Закупается. А пацаны, конечно, на фаскапе не любят играть эко-раунда. Здесь они, конечно, рассчитывают на свои силы. Полностью. Всецело. И, соответственно, играет Закуп. Направляется в дом. А здесь будет, наверное, эйс с ВП от маленького чуда. Маленького чуда, так скажем. И уже одного игрока она на нижний парик, по-видимому, пропустила. Хотя никто здесь не вышел. Хотя панда уже на Б. Да, все-таки пропустила. Все нормально. Я что, думал сначала, что, типа, не вышел до конца на нижний, не открылся. Но открылся в итоге панда. Его забрали. Но Тимка пытается дальше работать. Уй, в перемычке. Не забирает здесь маленькую чуду. И в итоге... Маленькую чуду. Нормально. Ну, просто, скорее всего, девчонка играет. Я не знаю. Маленькую чуду. Тигр Зура. Тигр Зор, точнее, забирает басота с Олигорска. Работает еще. Но он просто фраг-лидер. Надо будет посмотреть, кто играет под его ником. И опять парень виснет. О-о-о, давай-давай. Оп, хорош. Хорош, хорош. Подожди, я не просто своего убил. Да, да. Или это просто баг? Не-не, он своего убил. Артем до этого сам помер. Потом его забрали. И все. Маленькое чудо будет... Деф-то есть? Есть. Есть дефа. Да, пачка будет уже обезврежена. Если, конечно, сейчас независим. Маленькое чудо. Все нормально. 5-2. Да, проблемы с интернетом у американцев. Ну, даже пинку. Вот у Артема пинка вообще. 0 на 6 идет парень. Стопинг. Маленькое чудо. Стопинг. Но ей это не мешает раскрыться полностью по игре. И в итоге демонстрирует хороший скилл в целом. Сейчас посмотрим, что будет от атаки. И ребята направляются в дом. Есть АКМ у Тимки. У остальных что? Тоже есть АКМ. Ребята решают играть в форсбай. Опять маленькое чудо. Готово принимать дом. Минус по панде. И смотрит она дальше в зум. Контролирует дом. Но здесь она должна пресекать всевозможные выпады на себя. Дает минус еще и по басоте. Вот так вот она контрит перемычку. Не дает открыться своим датским соперникам под бэплунтом. И, соответственно, Кокс уже поджимает вверх-вниз. Артем будет заходить в сотки. И игроки команды атаки зажаты в доме. Но Артема забирают. Артема забирают. Кокс накидывает флешку. И под одну флешку пытается открыться. Но здесь Тимка работает неплохо. Чокнутый. Вот просто здесь разбирает практически всех. Остается маленький софтер. Но ситуация 2 в 1. Поэтому, в принципе, 70 хп. Почему бы нет? Почему бы не постараться? Но здесь очень плотно будут контрить софтера. Потому что зажали его с двух позиций. Но не перестреливает он здесь тигра. В итоге 6-2. Но вот такие вот дела, ребят. Так что жесткий. Жесткий стрим у нас вырисовывается. И теперь посмотрим, что у нас будет у атаки. Ребята из команды Астралис. Экс ТСМ. И просто направляются под зелень. Опять берут бай. Вот так вот, ребята. Просто каждый раунд. А здесь Тигр Зор. Он просто все время угадывает, куда будут направляться соперники. И, соответственно, он вот именно занимает позиции для приема. Но здесь он сел на дак и не зажал. Панда повесил. Поставил, точнее, да, естественно. Пацаны здесь не вешают. Здесь только ставят. И в итоге залетел шарик. И, соответственно, тем временем игроки команды атаки проходят под Б. Под Б плент. Маленькое чудо. Ой, промахивается. Промахивается. Уже какой раз? Вы поэту не видел? Не знаю. Разу два. Выстрелил, по-моему. Ну, он неудобную, походу, позицию занял для себя. И, соответственно, при приеме Аплента здесь его... Мне кажется, не очень удачный, не очень удобное оружие он для себя выбрал. Ну, не знаю. Одному сейчас в Малду попал, но Панда его забрал. В итоге Панда делает очень хорошую работу для своих тиммейтов. Да, он опен фраг и завершил раунд килом, в принципе. Поэтому принес раунд игрокам команды Астралия 6-3. Ну, вот. И маленькое чудо опять берет АВП опять. Будет идти на верхнюю волну. Нет, смотри, вот у него Диггл. Ну, вот просто, я не знаю. На все деньги закупается. Диггл берет тут и Дефус Киты, и АВП. Но сейчас посмотрим, как будет принимать дом. Сразу же здесь будет контакт. Видит игрока в перемычке. И забирает Дейзю. Вот так вот. Неплохо. Опен фраг. На своей любимой позиции, я так понимаю, на карте Детрейн уже. И все игроки команды Дефонс уже понимают, где им нужно стоять. Потому что, в принципе, они здесь по большому счету не ошибаются. И, соответственно, маленький софтер уже выходит под Бэп Лэн. И он не понимает, откуда его убивает. Кокс из-под собаки. Минус по маленькому софтеру. Остается Басота Солигорск. Посмотрим. Ситуация 1 в 4. Забрали маленькую чуду. Маленькую чуду. Вот. И Басота Солигорск последний. Будут его поджимать с дома? Нет, с дома его не поджимают. Просто Кокса оставляют на Б одного. Вот. Ну, а Басота тем временем на 2-й. Пацанатом на Басота, чтобы выцеплять халяву для себя, наверное. Перемещается он в перемычку. И здесь... Здесь нет. Здесь он бродит в доме. Его до сих пор не решается поджать. Хотя Тигр Зор накидывает флешку. Ждет. Остановился. ФК взяли нож. Ну, это нормально. Тем временем Басота пытается контрить вверх-вниз. И Тигр залезает. И уважает. Это вообще забери. 7-3. 7-3. Тем временем Дефанс берут еще один раунд. Вот так вот. Такие вот дела. Ладно, посмотрим дальше. Кстати, ребят, вот Кармен Электро, когда сегодня придет. Да, то есть его уже часть стрима будет. То есть нам нужно желательно 5 каток отстримить ЛС Баттла. А потом, возможно, какие-то другие скиллы будут. Возможно, как-то будем меняться. Просто желательно, чтобы ЛС было сегодня 5 каток. Поэтому такие вот дела. Тем временем Артем с ВП работает зигзага. Вот. А, игроки команды атаки закупились. И направляются они в дом. Так что в очередной раз закупились. Ничего страшного. Посмотрим, как у них получится реализовать свой байк. Астралия не в доме. Тимка играет с Глоком, как я понимаю. Остальных его тиммейтов есть. Заку. Басота ловит Артема тем временем. И еще забирают здесь Кокса. Ну все, продавили Б-Плэнт. Хотя Чокнутый остался на верхней волне. И будут направляться они под Б-Плэнт. Игроки команды атаки. Астралия забирает еще и Чокнутого на верхней волне. Отлично. Все, можно забирать Б-Плэнт. Своё распоряжение. Сесело. И здесь маленький софтер. Минус по Тигру. Остается последнее маленькое чудо. Вот так вот. Не решается пока слезть в вагон. Она не понимает, по-видимому, как это сделать. Но... Боится, боится. Краешки. Боится высоты просто. Да. Не зря. Боялась, на самом деле. Спрыгнула. И получила. 7-4. Вот так вот. Ну, у кого стоит отметить за Диффанс Тигр Зор и маленькое чудо. За атаку от Панду и Басоту. Просто пацаны больше всех потеют. Тем временем. 7-4. Ну, упорно уже борьба. Упорно. И смотрим. Учимся, ребят, занимать у профессиональных команд позиции на карте Детрейн. Да, соответственно. Здесь вот Панда пережал Артема. Чокнутый поджал нижней паре. Кстати, выбил пачку. Его пытаются здесь откинуть, но не забирают. В итоге уходят в чокнутую более закрытую позицию. И у Тигра тем временем АВП готов встречать нижнюю волну. И промахивается с АВП. Возможно, должен был доверить свою снайперскую винтовку более скилловому игроку в этом плане. Маленькому чуду. Но тем временем он здесь не законтрил никого. И пачка будет устанавливаться. И ЗОБРАУН БУГО СОВКОРА. Вот так вот. Я бы сказал, что Тигрезор более скилловый. Тем маленькое чудо. Ну, не знаю. Просто до этого были промахи. А смотри, маленькое чудо. Сыграл с АКМом, поджало дом. И, соответственно, Кокс еще и плент флешки накидывает. И ничего, нормально все. 8-4. 8-4. Пока что двукратное преимущество по раундам от игроков команды Дефонса. И, тем временем, вот такие вот дела. Ладно. Что будет у атаки в следующем раунде? Как они будут? Так, пацаны, идем в дом. Нет, нет, все-таки зелень. Зелень, побежим. Все нормально. Решают зелень идти. Все. Нормальный кэп есть. Колесо есть. Кстати, Панда прокручивает. Ничего страшного. Панда бежит. Зелень занимает. Ой, опять, опять Панда ставит. На зелень. Раскидывает зелень. И будет проходить линии. Вот так вот Панда. Жесткий. Но здесь в планту Тигрзор. Информация вовремя не доходит. Но все-таки Басота пережимает Тигра. Занимают аплэнд. Фактически игроки команды атаки. И, соответственно, здесь маленькое чудо уже поджало. Поджало игроков команды атаки. Я здесь жду спланта. Но забирает Басота. Вот так. Вот так вот. Чокнутый с Коксом вдвоем. 2 в 3. Дэзи забирает Кокса. И, соответственно, чокнутый последний. Будет заходить зигзага. Пытается, пытается мансовать. Перестреливаться. И до сих пор Басота палит вверх-вниз. Нет, все-таки информация дошла. Ну и Тимка. Минус по чокнутому. 8-5. Вот так вот, дорогие телезрители. Все подходит развески первой половины. И, соответственно, игроки команды Диффанса теряют экономику и позволяют своим датским коллегам по цеху вырваться вперед тем временем. Вот я не понимаю, зачем. Берут Кольт и берут Дигл. Ну, просто очень много денег теряют ребята при этом. Ну, ладно. Не мне их судить, естественно. Они более, наверное, разбираются в таких вещах. Поэтому... Ладно, не суть. Тем временем, форсбай от Диффанса. Панда опять проходит зелень. И Панда забирает чокнутого. Ну, что ты будешь делать? Вот это Панда просто. Ну, Панды любят зелень. И тем временем, одна из Панд за атаку доказывает это. Смотри за Пандой. Это просто забей. Да уж. Панда, походу, не понял, откуда его режут. Но Тимка минус по Коксу. И в итоге игроки команды... При этом, потому что он его, походу, видел, но... Интересно. Панда! Вот так вот. Просто осталось двое игроков команды Диффанса. Их легко разобрали. 8-6. Последний раунд первой половины. Посмотрим на фраг-статистику игроков. Маленькое чудо. 25 на 10. Просто ошеломительный результат. Тут, наверное, сразу же апнета минус. И придется ей в итоге потом сливаться, наверное. Для того, чтобы дальше продолжать играть. И Тигр Зор 20 на 9. Но игроки команды атаки идут более-менее ровно в целом. Потому что вот... И кто-то не выпадает из игры, наверное. А вот у Диффанса Артем вообще подводит ощущение своей команды. До сих пор просто 0 на 13 идет парень. Это просто а-ля Осеня на трейне. Да, где он шел. А, и в Мираже он шел 0 на 15. Но тем временем... Игроки команды Диффанса теряют двух игроков. В последнем раунде первой половины. Ну и дисциплинированно. Смотрите, как хорошо проходит под зелень игроки команды атаки. Но здесь маленькое чудо. И Тигр решают. В зиглами останавливают выпад своих соперников. И, соответственно, где... Где дает минус... Ой, маленькое чудо выцеливает. Но со второй попытки все-таки попадает по басоте Кокс. На Б плантую здесь свое какое-то микро сражение. И забирает Кокс Тимку. Остается где скачать? П-8. Р-8. П-8. И все. Остается вам последний в бане. Забирают все-таки П-8. И маленькое чудо минус по игроку. И все. Пачка обезврежена. Клауд-9. Берут раунд. День-6. Какие дела? Ладно, ты скажи, когда заведут. Я пока сорвнусь ненадолго. Вот. И... Да. Нет, кормушек пока нет. Лайф. Лайф? Угу. Ну окей, возвращаемся в игру тогда. 9-6 напоминаю в пользу команды Клауд-9. Они перешли за атаку. И сейчас посмотрим. Они решают играть с пачкой зелень. Зелень масса. Вот так вот. На приеме у нас будет Тимка и Басота. И Басота, кстати, решает за Аркадий зелень. И вот так вот сейчас будет здесь стычка такая. И, кстати, под флешку неплохо прогнали игроков зелени. В итоге можно отойти в более закрытую позицию. Еще летит Хаешка. И все. Застопорили выход. Всецело. Один пытается все-таки давить здесь. Но флешки зарешали. Смотри. Флешки все-таки решают у пацанов. Забирают здесь Тигра. Тигр решал один давить зелень. Но неудачный. Тем временем игроки команды Атаки перетягиваются втроем. Дом Кокс на верх-низе с пачкой. И ребята будут перетягиваться на верх-низ. Пачку выбивают. Ну что это вообще просто? Парень с пачкой. Ладно. Артем дает первый фраг за игру. Артем. Вот что он делает в итоге. Артем. Молодец. Чокнутый. Разбивается. У Атаки вообще что-то. Первый и последний фраг в этой катке. Ну не знаю. Может он именно сторону Атаки подготовил. Да. То есть он сейчас продемонстрировать хорошую игру в Атаке. Тем более, что маленькое чудо забирает Дезю. И где скачать П-8 минус по маленькому чуду забирает и Артема еще в итоге. 7-9. 7-9. Удачно перешли за Дефанс игроки команды. Австралис. И ведут. Ведут они уже во второй половине. Но опять же, это промежуточно. Сейчас все равно в любом случае какой-то будет экономический раунд. Берет смог маленькое чудо и командует, по-видимому, своим тиммейтом. Ребята, идем в дом. Накину смог. Пойдем под Б. Выйдем нижний парик. Или просто закрытый плент. Минус. Так, все. Есть смог. Дает голову? Нет. Не дала здесь голову. Басота жмет. Жмет. Нормально. Минус 25 патронов и минус 2 в итоге. Неплохо. Неплохо. Пережали. Ничего страшного. И 3 в 5. Здесь тигр. Давайте посмотрим за тигром. Тигр уже будет идти наверх-низ. Тигр будет заходить зигзагом. Но его соконтрили и в итоге забрали. Забрал Тимка. Позиции на единицу. Кто не знает, это позиция под вышкой. Там единица, в принципе, КС 1.6 была. Да и потом в первой версии CS GO тоже единица обозначалась. Вот. 8-9. 8-9. Тем временем игроки команды атаки решают стоять с пачкой на респе. Ну, Артем так решил. У Артема более какие-то важные дела на данный момент. Поэтому он сделал 1 фрак всего лишь за игру пока что. Вот. Ну, видимо, проблемы с интернетом не дают ему полноценно играть. И Кокс не выдержал. Не выдержал. Выбил пачку из своего тиммейта. И P8 направился в дом. Кстати, неплохо ребята играют на диглах. Дают один минус. Кстати, надамажили игроков. Но этого мало, конечно же, для конечного исхода. В карте. И Чокнутый пытается перестреливаться. Смотри за Чокнутым. Да, перестреливает тиммку. Дальше. Чокнутый. Минус по панде. Вот так вот Чокнутый. Кокс тем временем идет в дом. Басота поджимает дом. Кокс забирает Басоту. Остается последний Дези. И вот. Вот она развязка раунда. Один в два Дези с Девайсом. При этом, кстати, играли Т4 по сути. Потому что Артема-то убивали. И вот пачку устанавливают. Тем временем Дези последний. Флэшка. Сейчас флэшка полетела в плен. Все, все слепые. Можно заходить. И Дези. Нет. Тут слишком далекие расстояния. Но Чокнутый в итоге перестреливает своего соперника. И Клауд Найн берут раунд. Вот так вот. Я так понимаю, счет становится 10-8. Все еще в пользу команды Астралис. Ребята ведут. Вот. И Артему... Артему что достается? Артему. Ничего. У него АВП. Вот он зачем стоял АФК. И сейчас он будет выцеливать добычу для себя на верхнем парике. И его простреливают с дома. Артем не понимает, как так через стену. Но все-таки уходят. И маленькое чудо. Минус по панде. Тем временем Тимка минус Чокнутый. Тимка поджал. Тимка выбил еще и пачку. Вот так вот. Тут баталии пожестче, наверное, чем у профессиональных игроков. Потому что играют так уж прям вот с равными разменами. Маленькое чудо давит зелень. Выходят они в паре с Тигром. И сюда подтягивается Артем. Но проблема в том, что пачка под Б. И здесь Дэйзи с Юспом. На КТ Респауне готов встречать выход. Выход от игроков команды Атаки. Вот. И смог. Залагал. Залагал в смоку. Маленькое чудо. Просто она жмет. Жмет. Минус под Дэйзи. Не зря он и не смог Дэйзи. Вот. Сразу же минус 50 фпс. И можно тащить. Точнее, минус 50 фпс у соперника. Да. И тем временем Тимка остается здесь качать. Вот. И, соответственно, Артем с маленьким чудом. Главд 2. И... Тимка забирает маленькое чудо. Тигр Зор. Остается один. Ваня. Да. Ну, здесь Артем даже не пригодился. Артем все еще до сих пор. Искал что-то для себя на КТ-респауне. По-видимому, ЮСП. Вот. И сейчас посмотрим за Артемом. Сможет ли Артем... Вот, ребят, давайте прогноз. Сможет ли Артем сделать второй фраг за игру. Помогите Артему это сделать. Вот. Куда ему пойти? Он решает пойти на зелень. Нет. Все-таки не решает. Какой-то он... Нет. Не уверен в себе парень. Решает дождать аркаду зелени. Вот. И не открылся он из сотки. Маленькое чудо. Тем временем открывается сотки. Дает минуса. И отлично отыгрывает. Тем временем Тигр Зору также забирают. Тимка падает с пятой линии. С пятого вагона, точнее. Его прогоняют туда. Туда в линии, пацан, иди. Тем временем у нас появляется какой-то новый колл на трене. Кокс со скаутом. Пытается выцеливать своих соперников. Но пока что безуспешно. Маленькое чудо уже прокралась в плен. Забирает здесь Тимку. И все, ребята. Два в четыре. Но Артем... Нет, Артем все-таки пришел. Все, Артем нормально. Так, погоди, Артем чуть бомбу свою не убил. Артем! Нет, он был блин. Все, что раундный тагов. Кокс минус где скачать. И... Дейзи... Дейзи... Где у нас? В доме. Все, он последний. У него АКМ на руках. И, соответственно, Дейзи будет пытаться затащить раунд для своих симмейтов. Но... Нет. Ну, так вот, безуспешно. Астралиус, он сейчас за оборону же играет, да? Да. Астралиус у нас за оборону. Вот, они лидируют. 12.8. Такие вот дела. Нет, Клауд Найн. Клауд Найн лидирует. 12.8. 12.8? А, ну да, типа они начинали. Ну все, я понял. Вот. И, соответственно, американские игроки, даже без Артема... Ну, Артем специально подводит американцев, по-видимому. Это какой-то новый плюс. Типа, как этот... Как его Симпл за американский состав играет. Но Симпл мы еще, наверное, увидим. Вот. Тем временем... Атака пытается проходить. Маленькое чудо дает уже 3 минуса. Буда, пунктон? Да, конечно, у них жесткая. Ну, вот у Маленькое чудо, смотри, она просто всех избирает. Тигр Зор. Тоже минус по... Где скачать? Басота последний. Басота... Басота забирает здесь Маленькую чудо. И в итоге... Клауд Найн берут еще один раунд. Вот такие вот дела. Маленькое чудо сейчас по-любому апнется. Может, даже в М-ку. Потому что 25 на 10 в первой половине. А вторую 11 на 5. Просто... Верх скилла. Какой изначально у нее скилл был? Наверное... Наверное, Л плюс. Да? Ну, где-то Л-ка, да. Типа такого. Не знаю, по-моему, Л-ка. Могу ошибаться, конечно. Где-то Л-Л, Л-плюс. Где-то так, да? Ну, что-то типа такого, да. Игроки команды... Бери, брат, не пожалеешь. И тем временем игроки команды Диффанса решают играть уже агрессивно на своих позициях. Берут они форсбай, поджимают дом. Агрессивно играют. О, Артем! Второй фраг! У-у-у! Щет, Артем, что ты творишь? Остановись! Ой, я... Третий! Третий! Третий, Артем! Неужели, неужели ты жесткий? Вот это да. Неплохо, Артем. Собрался парень. Что-то таки он не каял, который идет 3 на 20. Поэтому ничего страшного. Артем пожестче будет. И Артем пытается перестреливаться с вышкой. Ему накидывает хай, Артем даже не отворачивается. Не отворачивается от флешки. Но все. Его зажимают здесь на планту. Но суть в том, что тем временем Кукс перетягивается под Б-плент. Он очень много времени... Ну, грамотно, грамотно, грамотно. Молодец, правильно поставил. Ну, еще пока что не поставил. Кстати, вот все будет зависеть от Басоты, когда он его зачекает. Басот уже перетянулся с зигзага. Басота близко... Кто-то даже не поймет. А, не, понял. Смотри, смотри, просто... Ой! У него парня 19 хп не попал просто. Хайей не забрал. Смотри, сейчас будет очень жестко. Басота... Нет, Басота забрался в такие парни. И Басота догадался. Догадался о маневре Кокса. В итоге пачка будет обезврежена. Тем временем Дэзи до сих пор ждет последнего на пункту. Ладно. Какой он еще... Остает? Какой он счет там? Я что-то запутался. 13-9 в пользу Cloud9. Да, и... Американцы ведут все еще. American Forever. И тем временем... Кто у нас берет АВП? Маленькое чудо. Я уже думал, Артем. Еще одна АВП у Кокса есть. Ребята будут палить зиг вдвоем, но выпада на зиг-то нету. И занимают единицу уверенно двое игроков. По линиям. То есть расположились игроки команды Диффанса. Перестреливают маленькое чудо. Кокс разменивает на Тимку. В итоге атака будет выходить на зелень. Здесь где скачать П8. Будет принимать с Фамасом. И накидывают ему ХЕ. Он садится, жмет на мулик. Нет. Чокнутый все-таки дает здесь минус. Чокнутый минус по П8. Кокс. Отличная реакция в сотке. Словил он здесь панду. И два. Два, как мы видим. Соответственно, Дейзи прожимает чокнутого. Он был ред. Кокс последний. Будет ли инфа? До сих пор нет инфы. Об игроке, который сидел под шестым вагоном. Но ничего страшного. 13-10. Вот так вот. Не сдаются Астралиас. Не сдаются. И навязывают борьбу своим соперникам. Тем временем Артем, конечно, жесткий. Хух, Артем. Давайте посмотрим за Артемом. Я чувствую, что он должен сейчас дать экшен. Если, конечно, он... Нет. Он решает постоять на респе. Нормально. Чокнутый тем временем выходит сотку. Чокнутый. Его перестреливают. Басота минус... Минус маленькое чудо. Ну, Диппанс вот теперь проснулся. Теперь они собрались. И Артем остается последний. В итоге Артему надо тащить. Сможет ли он оформить первый свой эйс в жизни? Минус панда. Да, уже неплохо. Артем. Артем будет проходить. Да, вот смотрите. Ой, Артем пока не понимает. Далеко ему до эйса еще. И 13. Зевский берскул. Да, Артем играет именно по такой тактике. Вот. И 13-11. Но Клоунань все еще лидирует. Но маленькое чудо уже, наверное, уже замучилось тащить своих тиммейтов. И не получается у нее. Тем более она сейчас стоит АФК. Тем временем чокнутая. Опять же, выходит сотки. И ее пытаются зажимать. Панда здесь, походу, во фулл-блайнде. Артем, Артем, Артем. Посмотрим за Артемом. Артем, как он выйдет здесь? Нет. Он поздно выходит на холлпук. Оп. Парашют-то не работает, Артем. Зачем ты еще припрыжку-то слезаешь с вагона, Артем? Заходит зигзаг, Артем. Сейчас будет чекать Артем. Минус по Артему, верно Артем. Чокнутый минус по Р8. И... 3 в 4. Вот. Тем временем игроки команды атаки. В числом большинстве. Очень близки. И проснулся. Хо-хо-хо. Понял, да? Нормально. Да, уж 14-11. Вот так вот. Cloud9 берут раунд. Но Артему, Артему, нужно собраться. Так дайте Артему АВП, ребят. Пожалуйста. Нет, мне не хватает на АВП. Мне кажется, не нужно. Так, смотри, как Артем грамотно играет. О, смотри, флешка, ты видел? Ты видел флешку отчокнут? О-хо-хо! Ты смотрел за Артемом? Он просто кидает флеши тебя в блайн. Просто полнейший. Там вообще жизнь. Игроки команды Атаки тем временем пытаются выцепить для себя. Что? Что вообще? Ничего пока что. Стоят, кстати. Да, Сатас Олегур взял. Интересный девайс для мигса АВ4-4. Его забрала. Забрала маленькое чудо. Вышла она сверхнизу. Здесь панда за Аркадий, кстати, дом. Его здесь забрали. И маленькое чудо в итоге должна здесь, по идее, расчищать дорогу к Аппунту. Артем, кстати, АПК до сих пор. А, Артем служил приманкой. Я все понял. Артем специально здесь стоял. И, кстати, до сих пор его не забирают. Так, смотри. Ой, ой, да. Конечно, Тимка минус по Артемам. Два в два. И Дэзя минус по маленькой чудо. Мутил Артем. Все, он готов. Оп-оп-оп, смотри. Ой, хорош. Вот это фаззум. Найс. Так, все. Два вейпера остались. Да, без ТС Артем. Ну, видимо, Артем как бы без этого справляется, ребят. Вы просто не понимаете. Вверх его скилла, его. Ну, вот. В ТС его кидайте сразу. И все. Вы дебилы, это сила. Нормально. Вот, тем временем. Тем временем Тигр Зор будет проходить. Вот здесь Дэзи уже должен ловить, по идее, кстати. Но... Опа! Ну, надо было... Ну, как ты ставишь пачку-то, ну? А, 12-14. Тигр, 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 да уж. Так, Артем. Где Артем? Ну, Артема, наверное, уже обидели. Артем сейчас побежит за фрагами. 12-14. Он взял Галил. Так, все. Артем. Артем. Как подметили в чате, со скиллом Мэл играют 40-летние мужики бухие. Вот. Тем временем Артем идет в дом. Так. Нет. Не дали ему здесь фрага. По-любому забрали у него фраг. Артем первый. Первый открывает. Нет, он не первый. Он даже не замечает, что под собакой сидит парень. Артем... Его забрал просто тезка. Тем временем, да уж. Ну, и целится, целится. Где скачать Р-8 так долго-долго прицеливал, сводил прицелом по типу. Мне знаешь, еще какое бы правило было бы круто поставить, типа, без тем спика, чтобы играли, чтобы вообще был трэш, чтобы никто ничего не понимал. Ну, как бы это технически невозможно реализовать, но 14-13. Вот такие вот дела. Поэтому подошли мы уже к развязке. И если не Артем, то все. Все будет потеряно. 3 на 10. Ничего страшного. Братан уверен в себя. Все смотрят, куда пойдет Артем. Но Артем все хочет сделать первый фраг. Вот, посмотрите за чокнутым. Он, кстати, просто а-ля паблик. Открывается сотки. Отличный минус по Дейзи сразу же. Open фраг. Но его здесь забирает панда сверх-низу. Но его тиммейты просто стоят. Просто стоят на шифте. Панда, панда. Жмет там, где не простреливается. Но маленькое чудо забирается. Панду в итоге пытаются находить. Ребята забирают еще и басоту. Пытаются, пытаются игроки команды атаки проходить. Зелень. Тимка дает здесь минус 2. Уже забрали все-таки Артема. Но ничего страшного. Кокс остался с маленьким чудом. В итоге R8. И R8, R8. А, он последний. Его забрали. Все отлично. Отлично для игроков команды Cloud9, я так понимаю. Да, они уже вышли на... Все, Артем. Артем сдулся. Все, пацаны. Мне пора. Артем. Я, короче, в рот его имел. 15-13 и он уходит. Ну как так вообще? Ну это чемпионат мира. Это как бы там дела на районе поважнее есть. Сейчас еще вертайма будет. Я вообще... Да. Понятно. Ничего страшного. Покинул он игру. Тем временем. Ой, панда. Что поставил панда? Панда забирает еще и маленькое чудо. Ну, ясно. В итоге... Да уж. Здесь кокс. Ну и кокса в спину зажимаем. Да уж. Ну, слушай, это вообще жара. Да. Артем заходит. Все, все, пацаны. Ой-ой-ой. Сейчас чувствую, вам достанется. Ну, если, конечно, Артем за 30 секунд успеет, там... Он включил. Он включил, по-любому. За чем он включил? Он не может выбрать, за кого ему играть. Он пока думает. А4-5. Артем, братан, мы тебя ждем. И тем временем его, конечно... Давайте, мы там очень трудно в 4-ом играть. Ну, по сути, они играли всю игру в 4-ом. Че страшного. Тем временем... Р-8 поджал все-таки тигра. Зелень. На зелени. И ситуация 35. Артем... Вот так вот. Просто Артем. Это все. Это все. Не, хотя чокнутый, смотри. Один в 4-е, да? За чоком-то посмотрим. Мало не, может, здесь лох попарит. Я вам сейчас спину с сапдауна заберу-то. А, ну, да. Ну, да. Это забей-то в овертаймы, лол. Да уж. Ждем все. Ждем Артема, наверное, да? Пока игра не заведется. Он не придет. Он не придет. Ну, наверное, кончает... Ой, кончает. Кончает. Качает. Тем спик. И тем временем... Да, Артем. Все, поехали на рестарты. Артем не ушел. Артем не ушел. А мне кажется, Артем всю игру потел. Я же 4-х прага, это уже довольно-таки хороший успех. Вот. И тем временем Басото Солигорск, минус по маленькому чуду. А кто нас за атаку-то играет? Клоу-счет. 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 Или я... Я уже не помню, кстати. Они сейчас поменялись только что. Да я не помню. Вот пересключил, я ли не переключил. Ас-да Астралия. Все правильно, Астралия. Астралия. Астралия, да? Да, она так. Да, они в пятером давят своих четырех соперников из Америки. И Кокс последний, но Кокс к любому, да. И... Смотри. Хае плотное. Все, 34 хп, не понимает Кокс, где его соперник. А соперник-то перед лицом, и все, забирает панды его. 16-15. Да уж, вот такие вот дела. Без Артема, ну, видим, что трудно. Без Артема, походу, он играл какую-то свою роль в команде, да. И, соответственно... Ха-ха-ха! Тролль года, Артем возвращается в спектара. Ха-ха! Хорош, Артем, хорош. Так, Артем вернулся. Но, а тем временем, игроки команды Атаки пытаются пушить у нас зелень. Находить здесь степом, фактически. Ну, и будут они занимать зелень. Зелень занимает. Все. Давит киберзора. Давит еще и чокнутого. Артем, все, Артем вернулся. Но, Артем пока сотрясает, Тимка его еще не начекал. Тимка даже не заметил. Он даже его не заметил. Ну, там полмодельки было видно. Он не заметил АФК. Артем. А, Артем, все. Артем решает тащить его. Сейчас, сейчас будет фраг. Артем! До свидания, Артем. Сейчас, походу, будет опять reconnect на 10 раундов. И, тем временем, Астралиус уже близки к тому, чтобы взять 17 раунд. Но, да, коксы находят. Коксы находят, и все. 17-15. Поэтому, Артем должен, по идее, сейчас раздавать дропы. Но, Артем... Нет, Артем решает играть один. Все, Артем. Артем собрался. Артем берет флешку. Ой, хорошая флешка, кстати. И, и все. Насморелся, я сыграл. Артема. Дал вам флешку на зелень, и остался их тиммейтом вчетвером. Хорош, Артем. И, тем временем, игроки команды Атаки заходят на открытый план, ставят пачку абсолютно беспрепятственно. Но, Тигр Зор зелени решает. Просто в стиле джанклота Ван Дамма какого-то пропереться. Но, да, вам всего лишь один минус. Ой, да уж. Но, обидно за маленькое чудо, которое тащило в основное время. Очень, очень хорошо своих тиммейтов. Если бы они реально выигрывали сейчас, то она бы была в дефон плюсе, по сути, по картинке. Но, сейчас она дает один минус. И дефуза-то есть. Дефуза есть. Через текстуру не дефится. Не, не дефится. Ну, поздно. Куда ты дефишь? Ну, 18-15. У нас три матчпоинта в овертайме. Да, они реализовали свои два матчпоинта. Игроки команды Cloud9 теперь отдают три своим соперникам. И поэтому посмотрим, что у ребят будет. Могут ли они за атаку взять три раунда подряд. Будут ли они ждать Артема, который так важен для их игры. Артем, походу, блин, такой потеет. Блин, меня стримит, а я даже не знаю, что такое TeamSpeak. И, блин, я вылетаю все время. Ладно. Что, злась игра? Посмотрим, что получится у команды Cloud9. Ой, Артем, у меня до сих пор повис на зелени. Слешка в руках. Ой, Артем вернулся. Вот она. Возвращение года. Артем. Артема сразу же скидывают... А, нет, мне ему скидывают пачку. Артем присел. Сейс, Артема. Я там встал. Все, закупился. F1 нажал. Тут сразу все понятно. По, как бы, его закупу. И на шифте сразу же с респауна уходит. Так, Артем, Артем. Так, даблдак, умеем дело. Дай посмотрим за Артемом. Я чувствую, сейчас будет экшн этого пацана. Просто Артем. Артем, 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 братан. Давай, сейчас, сейчас все будет. Артем, брат, ну, блин, ну... Чуть-чуть не получилось, чуть-чуть. Но, тем временем, чокнутый разменял Артема. Уже неплохо. Он выполнил свою какую-то роль, да, в команде. И в итоге проходит просто... Вообще, все, что можно. Маленькое чудо подождало Аркаду. С зеленью. И... Так, контрила игрока здесь. Тем временем, 2 в 3. 2 в 3. Все-таки Артем вернулся. И Артем своим видом, да, то есть, дает ему надежду на просто... Окшубательный груз своей команде. Маленькое чудо, минус по панде. Басота последний. Собрались. Все-таки собрались. Я сейчас в шоке. Я сейчас в шоке буду, если они со стрельгаунду возьмут. И будет следующий овертайм. И я не знаю, как это вообще. Будет выглядеть. Ну, басота, дает минус по маленькому чуду. Басота, 6 хп. Басота. Басота. А он бежит бамбу искать. И мы вообще пофигу, что за ним бегут. 16-18. Я чувствую... Давай, давайте, давайте за Артемом чисто смотреть. Учиться. Учиться, как я помню. Учился, как играют пацаны. Как они все делают. Да, то есть, акиска. Не смотрите видео всякие от VSGG. Там от Лама. Смотрите, вот за игру Артема. Тори Артем. Артем, Артем учиться спускается наверх. Низель. Все, Артем, Артем, Артем. Так, где? Сейчас, сейчас. Оп, оп. А, нет, все-таки все. Убрали, Артем. И да, он здесь фрак. И, кстати, 2 в 3 ситуация на карте. Вот так вот, Артем. Прицелился. 2 секунды ему хватило, чтобы прицелиться. А пачка-то где? Пачка-то легла, походу, делал, да? Да, да, на трансе она легла. Вот. И в итоге Кокс вверх-вниз, а его тиммейт будет заходить Зигзага. Вот так вот. Смотрите, сейчас должен тайминг-тики работать. Панда контролит Зигзаг. Панда смотрит Зигзаг, его забирает Тигр Зор. Отлично. Напоминаю, что игрокам команды Астралис нужно взять один раунд. Всего лишь Тимка забирает Кокса, последний Тигр Зор, если он не тащит, то да, мы все видели.